Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24 и в студии Дарья Вялкова. Коротко о главных новостях. Основные работы по реконструкции моста на улице Челюскинцев в Барнауле завершены. Когда планируется открыть переправу, расскажем через несколько минут. Жители Центрального и Октябрьского районов Барнаула на полдня останутся без горячей воды и отопления. Масштабное отключение пройдет завтра. С чем это связано, узнаете в выпуске. Презентация книги о киноактере, художнике и спортсмене Алексея Иванини проходит сегодня в Краевой столице. Смотрите прямое включение с места событий. 315 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. По данным оперативного штаба, выздоровело 64 пациента. Также зафиксировано 26 смертей от коронавирусной инфекции. Всего же в Крае свыше 81 тысячи инфицированных. Из них 60 тысяч выздоровели. 3,5 тысячи человек с подтвержденными коронавирусом проходит госпитальное лечение. Кроме того, 464 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперштаба, тяжелобольных 750 пациентов. На аппаратах ИВЛ – 280. Жители Центрального и Октябрьского районов Барнаула на полдня останутся без горячей воды и отопления. Завтра с 9 утра до 8 вечера энергетики приостановят подачу ресурса для устранения повреждений на магистрали. Работы проведут на улице Молодежная. Тем самым планируется предотвратить возможные масштабные отключения зимой. В городской администрации сформирована рабочая группа. Она будет контролировать ремонтные работы, присутствовать на месте их проведения и оперативно реагировать на поступающие обращения от горожан. Для ремонта сетей выбран день, когда ожидается потепление. Кроме того, после начала топительного сезона помещения уже прогрелись. Поэтому температура в домах и социальных учреждениях понизится на 2-3 градуса. Президент Владимир Путин назначил нового полномочного представителя в Сибирском федеральном округе. Им стал Анатолий Серышев. Он работал помощником главы государства, до этого в федеральной таможенной службе и органах безопасности. Напомню, ранее по предам в Сибири был Сергей Миняйло, который сейчас занимает должность главы Северной Осетии. Две выпившие девушки напали на ларек с шаурмой в Рубцовске. Инцидент произошел еще 8 октября, однако злоумышленниц до сих пор разыскивают. На видео с камер наблюдений видно, как девушки угрожают продавщице торговой точки. После чего они направляются к двери. Одна из них пытается с помощью силы зайти в магазин общепита, в результате чего она разбивает окно тамбура. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Девушек сейчас разыскивает полиция. К другим темам. Стоимость килограмма картофеля в Алтайском крае возросла в два раза в сравнении с прошлым годом. С чем это связано, расскажем в нашем следующем сюжете. Цена на сезонные овощи традиционно снижается, но не в этом году. Желающим купить даже мешок картошки придется приготовить круглую сумму. Чтобы узнать, какая средняя цена килограмма картофеля в Барнауле, мы отправились на местный рынок. Картошки тут идут в Розара, это Пермайский район. Они розынцы идут 35 рублей стоят килограмм, а оптовесенцы 30 рублей. А это идет гала, они тоже идут, как сказать, 35 рублей килограмм розынцы продаем, а оптовесенцы 30 рублей стоят. Белая, она внутри желтая, это гала, она рассыпчатая. Розовая картошка, она внутри желтая, она твердоватая в готовке, это Розара. Один килограмм стоит 40 рублей. Павловский район... Сорт гала, район Реберегинский район, килограмм 35 рублей. Цена на овощи зависит от закупочной, которую определяют фермеры. По словам перекупщиков, с прошлого года ее подняли в два раза. Ну, мы 15-16 продавали в том году. Продавали 15-16? Да, да. А скупали? Ну, в районе 12, наверное, так. В прошлый год где-то рублей 8 было, вот так вот, 10, да. Ну, нет, нет, 10, 10 где-то. Ну, а продавали 12-13, так уже было вот эти... Ну, а сейчас вот 27-30 продаем ее. Так что, так же 3 рубля те же остались. Многие фермеры жалуются на неурожайный год. Однако, по данным Министерства сельского хозяйства региона, на сегодняшний день сельхозорганизации собрали около 52 тысяч тонн картофеля, что соответствует уровню прошлого года. Поэтому дело совсем не в дефиците овощей. Крупные производители связывают повышение цен с увеличением стоимости удобрений. В прошлом году мы удобрения брали карбамид 18, в этом году 39 рублей карбамид. Калий-хлористый брали 18 рублей тоже, в этом году 24 тысячи. Сложные удобрения были 24 тысячи, в этом году 41 тысячу. Все складывается в себестоимость картофеля. Кроме цен на удобрения, увеличились затраты на горюче-смазочные материалы, запасные части для уборочной техники. А также резко возросла стоимость металла, из которого фермеры строят помещения для хранения урожая. Все это сказывается на стоимости готовой продукции. Если в прошлом году, чтобы вырастить один гектар картофеля, фермеры тратили около 200 тысяч рублей, то в этом году затраты на аналогичную площадь уже достигли 270 тысяч. А уборочная кампания еще не окончена. Юлия Шеламова, Анатолий Фукс, Новости. Бейск получит часть трамваях, подаренных Барнаулу мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщил замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк. 10 московских вагонов в Барнаул планируют доставить до конца октября. После этого транспортные средства оформят в краевую собственность, а затем распределят между Барнаулом и Наукоградом. В Бейск трамвай доставят за счет средств местного бюджета. Основные работы по реконструкции моста на улице Челюскинцев в Барнауле завершены. Сейчас рабочие занимаются берегоукреплением, укладывают тактильную плитку и устанавливают дорожные знаки. Работы завершат до конца этой недели. Подрядчик все свои работы выполнил в установленной стройке. То есть по муниципальному контракту срок работы был 1 ноября, заканчивать будет 15 октября. То есть все вовремя. Ну, в течение где-то месяца будет проходить именно сдача моста госинспекции. Движение будет открыто только после получения заключения госинспекции. Напомню, к ремонту переправы приступили 1 февраля. Рабочие полностью снесли старый мост через Барнаулку и возвели новый. Стоимость работ составила почти 88 миллионов рублей. После реконструкции проезжая часть составит 9 метров, а длина около 66. Подать заявку на догазификацию смогут жители региона в многофункциональном центре. Его работники помогут заполнить заявление, собрать пакет документов и прикрепить их на портале госуслуг. Эта работа проводится в рамках проекта «Цифровой МФЦ». Напомним, до 2023 года по указу президента будет обеспечено бесплатное подведение газа к границам домовладений в газифицированных населенных пунктах. Сегодня в регионе газ проведен в 17 муниципальных образованиях. Барнаульский водоканал выпустил вопь 20 тысяч мальков сазана. На эти цены компания направила свыше 400 тысяч рублей. Зарыбление проводится ежегодно. Это неотъемлемая часть экологической политики водоканала, пояснили в компании. Каждый малек весит не менее 20 граммов. Это жизнеспособные особи, которые приспосабливаются к новым условиям и быстро развиваются даже при низкой температуре воды, отмечают в пресс-центре администрации города. Презентация книги о киноактере, художнике и спортсмене Алексее Иванине проходит сегодня в Краевой столице. Прямо сейчас на связи со студией находится наш корреспондент Дарья Коншина. Дарья, здравствуйте. Вы в эфире. Ждем от вас подробностей. Здравствуйте, Дарья. Прямо сейчас мы находимся в библиотеке имени Шишкова. И здесь проходит презентация книги Сергея Чекильдика. Подробнее о книге, о ее создании, о том, о ком она написана, мы поговорим с ее автором. Сергей Карпович, здравствуйте. Расскажите, как возникла идея создания книги? Дело в том, что мне с именем Ланина приходится жить, уже, наверное, лет 20. С тех пор, как я стал председателем комитета по культуре, делом молодежи администрации Ребрихинского района, то вольно-невольно мы вспоминаем имена людей, которые связаны с жизнью нашего района. А Алексей Иванин родился именно у нас. Он уроженец поселка Благовещенск, Яснополянского сельсовета Ребрихинского района. И поэтому мы с работниками музея, библиотеки собираем много лет уже различные материалы о нем. И вот однажды, это было где-то в году 2008, у нас накопилось уже много материалов. Пришло понимание, что это требует какого-то большого документа, статьи, очерка, книги. Но я тогда не писал и не знал, что делать со всем этим. Обратился к Валерию Тихонову, нашему известному писателю алтайскому. Говорю, Валерий Евгеньевич, надо вот эти материалы кому-то дать, и чтобы кто-то написал. Он посмотрел на меня, к сожалению, сказал, нет, пиши сам. И вот с тех пор, с 2008 года, я каким-то образом и занимаюсь. Сначала очерк вышел о его жизни, о жизни Алексея Харачеванина в журнале «Барнаул». Потом появились статьи в журналах «Бийский вестник», «Огникус Баса», потом небольшая книга о нем. Ну а вот когда начала работать наша эта замечательная серия «Алтай. Судьба. Эпоха», уже ко мне обратились с просьбой, чтобы сделать книгу для этой серии. Так вот, эта книга. Но я одно замечание сделаю. Вы говорите только как об актере Ване, а он ведь еще известнейший спортсмен на всю нашу страну. Спасибо вам, Сергей Карпович. А у меня на этом все. Я передаю слово коллегам в студию. Дарья. Дарья, спасибо вам большое за интервью. Мы продолжаем. Театр танца Иван Дамарья стал обладателем гран-при международной премии в области культуры и искусства «Я сенсация». На фестивале в Санкт-Петербурге коллектив представил свои самые известные номера «Хоровод «Земля моя», «Казачья лесгинка», «Разгуляй» и «Распотешим молодца». На заключительном галоконцерте конкурса объявили, что театр танца Иван Дамарья стал обладателем гран-при и премии в размере 50 тысяч рублей. Начался сезон вирусных заболеваний. Наша съемочная группа узнала, как барнаульцы занимаются профилактикой болезни и подготавливают организм к холодному времени года. Вести здоровый образ жизни не только осенью, но и весь год. На свежем воздухе, на природе побольше бывать. Ну и позитивное настроение, оно заряжает всех. Витамины пью. Я на работу хожу. Вот это зарядка. Утренняя пробежка по лесу. Ну, свежий воздух в лесу, нормально. Витаминки домашние. Полно своих фруктов, овощей. Вот как-то так. Аптечных витаминок нет, не принимаем. Груши, яблоки, вишни, смородина, малина. Ну, травки пью. Разные травы. Какие травы? Ну, зверобои, душица, иван-чай. Очень хорошо помогает, когда воспалительный процесс. Я гуляю пешком. Это помогает? Мне, да. Ну, в моем возрасте ходить, легкую зарядку. Спортом заниматься, питание соответствующее. Любые витамины, овощи, фрукты. К этому часу у меня все новости. Больше новостей смотрите на нашем официальном сайте katun24.ru. С вами была в студии Дарья Вялкова. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok